Огромная и очень значимая работа была проведена по решению президента. В итоге открыты списки эвакуированных блокадников, которые хранились в фондах так называемых низовых организаций. Речи о городских и районных исполкомах. В госархиве изучены записи из нескольких муниципалитетов – Кольчугинского, Гусь-Хрустального, Юревпольского и Муромского. В документах прописаны фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, трудовая специальность, а также место проживания человека до эвакуации и после нее. В первую очередь в списке граждан, которые были эвакуированы из западных областей Советского Союза. То есть это Карелло-Финская ССР, Латвийская, Эстонская, Литовская Советские Социалистические Республики Белоруссия при нападении немцев. То есть с 22 июня, когда началось массовое наступление фашистов, после этого началась массовая эвакуация. И вот этих людей эвакуировали вглубь страны. Сегодня точно известно, из блокадного Ленинграда в нашу область эвакуировалась актриса театра и кино Алла Демидова. Она жила в Петушинском районе, но владимирские специалисты уверены, такой случай не единственный. Эту работу продолжат петербургские коллеги. На встрече в Госархиве много говорили и о героях войны. Открытием стал боевой путь нашего земляка Александра Творогова, лейтенанта госбезопасности. Имя Творогова связано с отрядом спецназа МИТИ. Им командовал герой Советского Союза Дмитрий Медведев. Бойцы отряда каждый день нападали на гарнизоны и автоколонны врага. Сжигали и подрывали мосты, склады, узлы связи и уничтожали живую силу противника. В этом отряде он возглавлял тоже разведку, внес очень большой вклад в победу под Москвой. Его информация была очень ценна. За это он был удостоен боевого красного знамени ордена. И когда формировался отряд победителей, Медведев взял его тоже начальником разведки. Творогов выбрасывался с первой группой, с первым звеном. Но, к сожалению, судьба его сложилась трагически. Новые каталоги доступны каждому жителю. Они оцифрованы и опубликованы на сайте Владимирского госархива. Здесь отмечают, открытая информация может быть полезна для тех, кто изучает историю своего рода. А таких людей подчеркивают в учреждении немало. Изучение редких документов в госархиве региона длилось два года и сегодня полностью завершено.